всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал мы только что вернулись из отпуска мы ездили в графство норфук и я вам покажу самых красивых мест которые нужно посетить в этом графстве мы остановились в норичи это столица графства и самое важное здание здесь центр всего это конечно кафедральный собор как и в других сити англии кафедральному собору уже девять сотен лет почти миллион и конечно он строился достраивался перестраивался в разные периоды и свидетельство тому вы можете увидеть во внутреннем убранстве этого собора он сказочно красив и величествен и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Во дворике собора находится лабиринт. По таким лабиринтам раньше ходили монахи и читали при этом молитвы и просили у Бога, чтобы он их простил, надоумил и просветил. Но и я не удержалась, прошла по этому лабиринту, как и все остальные посетители. Выйдя из собора через главные ворота и, перейдя дорогу, вы попадаете в Тумбленд. И это достопримечательность номер два, потому что это старейшие здания в Норичи. Посмотрите, какие они кривые, косые. Самое смешное и интересное, что там еще кто-то живет. Я вообще не представляю, как можно жить, когда вот такие полы. Но здание вполне обитаемое. Посмотрите, какие двери, какие окна, какие перекрытия, а значит и полы. И какая входная дверь вот сюда. Это просто что-то нереальное, но, тем не менее, оно существует. И это одно из самых посещаемых мест в городе. И, конечно, сюда нужно прийти и просто пропитаться атмосферой Средневековья. Достопримечательность номер три – Элм-Хилл. Вообще-то, это улица, которая покрыта вот такими вот булыжниками. Так что девушки, каблуков мы сюда не одеваем. Это просто несовместимо с жизнью и комфортом. Вот. Райончик очень атмосферный. Обязательно нужно его посетить. Кстати, здесь же недалеко находится и Академия художеств. Таких академий больше нету, потому что они тоже расположены в средневековых зданиях. Очень потрясающий атмосферный район. Вот перед вами магазинчик, где продают только медвежат. Всяких разных, начиная от классических и заканчивая новомодными мультяшными героями. Вот как эти. Очень интересные магазины. Кругом нету вот таких вот массовых магазинов. Все они такие с изюминкой. Но, в общем, этот район нужно посетить обязательно. Здесь снималось множество фильмов, множество клипов. И каждый, кто посещает Норич, посещает этот райончик. Кстати, здесь очень хорошие ресторанчики тоже. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Ну, город действительно стоит посетить. Он очень атмосферный. Вы здесь отдохнете и душой, и телом, и узнаете много нового. Кстати, отличный кофе также. Но если вы любите природу, это будет для вас самое топовое место, как для меня номер 7. Это пляж Хорсий Бич. Он находится тоже недалеко, на побережье. И там вы можете любоваться тюленями в дикой природе. Ну и не только тюленями, много всего здесь происходит и водится. И просто погулять, послушать шум прибоя, полюбоваться дикими животными. Это просто-прелесть. Так что очень вам рекомендую. И об этом у меня тоже более подробно есть фильм. Найдите его и посмотрите. Ссылочки все будут внизу. В километрах от пляжа находится Хорсий Виндпанк. Это место, принадлежащее национальному трасту. И это индустриальное наследие Англии. Можно сказать, что это средневековая насосная станция. Она полностью реставрирована. Можно посмотреть внутри, как она устроена. И даже подняться на самый верх, чтобы полюбоваться прекрасными видами, которые открываются оттуда. Местность была очень заболоченная. И поэтому прорыли систему каналов и перекачивали воду из одного в другой, чтобы обеспечить, во-первых, транспортную систему. Ну и чтобы были заливные луга, которые использовались как пастбище для животных. Ну вот это вкратце об этом месте. И я вам очень посоветую, в общем-то, посетить оба. И пляж, и вот это вот место. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Всего вам самого лучшего. Хороших вам всех отпусков. Неважно, куда вы поедете за границу или будете отдыхать у себя дома. Везде найдутся прекрасные места. И я надеюсь, что лето порадует нас хорошей погодой. А вы, пожалуйста, порадуйте меня лайком, вашими комментариями. И если не подписались на канал, подписывайтесь. У нас много всего интересного происходит. Я постоянно куда-то езжу и привожу всякие интересные истории и красивые видео. Всем пока-пока. С вами была Марина.